Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 9 июня, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студию его ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары EURUSD. Основная валютная пара все еще остается под давлением продавцов, так как в ЕЦБ продолжают обсуждать проблему замедления темпов роста инфляции. Однако активность продавцов все еще остается слабой. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопрождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов сократились. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже среднего значения за месяц, но в четверг мы наблюдали оживление на рынке. Медвежий сценарий все еще остается актуальным. При этом ближайшая цель 1.11.60 уже практически достигнута. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Как и ожидалось ранее, парламентские выборы в Британии спровоцировали достаточно мощное ценовое движение по данной валютной паре, но и сегодня торговая активность будет оставаться повышенной, так как рынки все еще отыгрывают эти события. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как импульсивное ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но на ранних торгах в Азии волатильность торгов кратно превысила средние показатели. После столь мощного обвала котировок пары, активная торговля уже не целесообразна, при этом риск дальнейшего снижения все еще остается высоким. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Общая ситуация на рынке остается неопределенной, так как однонаправленной ценового движения нет, что также может быть обусловлено предстоящей публикацией отчета по безработице в Канаде. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, что увеличивает риск появления мощного ценового движения. В случае публикации неожиданно хорошего отчета по безработице в Канаде, активность продавцов может увеличиться. А сейчас придем к экономическому календарю. В целом насыщенность новостного фона последнего торгового дня недели достаточно высокая, особенно учитывая оглашение результатов голосования на парламентских выборах в Британии. Но с открытием торгов в США все внимание будет сосредоточено на отчете по безработице в Канаде. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ФИБА ГРУПП Ваша финансовая группа поддержки